Разрушенная система канализации. Соответственно, здесь когда-то проводились наблюдения, все бросили. Мало того, что бросили, так еще и открытое оставили. Неосторожный шаг и провалишься под землю. В 10 метрах от опасной конструкции канализационные люки с нечистотами. Невольно вспоминаешь фразу из рентген-кабинета «Вдох и не дышать». Но самое страшное даже не ароматы, а то, что жидкости из колодцев периодически стекают в опь. Река Обь в настоящее время является основным источником питьевого водоснабжения города Барнаулы. Два водозабора – это выше, к счастью, по течению. Это большая система, которая очищает воду. Соответственно, если мы с вами здесь загрязним на этом участке реку, мы получим ниже расположенные участки, менее пригодные для питьевого водоснабжения. Колодцы расположены на въезде в Барнаул возле протоки Аби. В водоем, куда стекают ароматные жидкости, из колодцев облюбовали поклонники водных процедур. Купаться здесь, конечно, запрещено, но горожан, особенно в жару, это не останавливает. Купание в загрязненной воде, если учесть, что человек, когда купается волей-неволей, прихлевывает, это специально были эксперименты поставлены, до 150 миллилитров воды, в которой купается, дальше вы сами знаете ответ на вопрос. Купаться в грязной воде опасно для здоровья, просто потому что она неизвестного качества, а тем более рядом с канализационными сооружениями. Инженерные сооружения принадлежат крупному торговому комплексу. К колодцам ранее уже выезжали представители природоохранной прокуратуры. Надзорный орган сливов не обнаружил. Во время паводка колодцы скрыла вода. На днях мы провели повторный осмотр этого места. Вода там отступила. И слив жидкости с характерными запахами канализации фактически присутствует. Он есть, причем даже не в одном месте, а в двух местах. Нами повторно направлено обращение в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор. Подозрительными сливами заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Ждем результатов проверки природоохранной прокуратуры. Ну а экологи уже требуют наказать виновных за безответственность. Наказывать. То есть это люди, которые безответственны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.